Это важный и очень острый вопрос, но сначала я бы хотел дать свое определение того, что такое вообще фашизм и мировой фашизм. На мой взгляд фашизм это всегда специально организованная форма действия мировой финансовой олигархии, направленной на то, чтобы выписывать и сформировать, осуществить такое буквально биологическое выведение определенных националистических, а иногда чисто химерических групп, основанных на чувстве крови и почвы, которые в очень резкой форме осуществляют уничтожение близ живущих соседей под предлогом того, что они являются носителями некоторой исключительной эго-культуры, замкнутой только на себя. За вообще этой формой действия фашизма в современных условиях всегда стоит попытка выйти из тупика экономического, социально-политического, который имеется в настоящее время. Сейчас действительно целый ряд групп обвиняют Россию в формировании здесь русского фашизма и сравнивают Путина с Гитлером. Надо сказать, это вообще-то очень старая идея, они здесь следуют буквально по пятам Захима или Квинтона, который одна из первых стала отождествлять Путина с Гитлером. На мой взгляд, используя известное выражение апостола Павла, когда апостол Павел сказал, мы верим в распятого Христа, который для евреев соблазн, а для греков безумие. Я бы сказал, так вот, идентификация, отождествление Путина с Гитлером, Советского Союза с Германией, это для немцев соблазн, а для Соединенных Штатов признание того, что именно Советский Союз разгромил и уничтожил нацизм, гитлеризм и мировой фашизм, полное безумие. И фактически вот этот момент, связанный с попыткой просто украсть и присвоить победу во Второй мировой войне над мировым фашизмом и нацизмом, является тем самым серьезным основанием отождествления того, что происходит сегодня, как борьба как раз с крайними формами нацизма на Украине, осуществляющими геноцид и этноцид русского населения, связанного с попыткой отменить знаменитый это cancel culture, то есть русский язык и русскую культуру. Очень интересно, что в обвинении России и Путина в фашизме и гитлеризме преуспели прежде всего эмигранты самой последней волны, которая сейчас не в России, например, Дмитрий Быков. Ну, действительно, очень плодовитый писатель, написал много книг, он создает всякие стихотворные пародии. Но вообще надо сказать, что эти люди, это и были прежде всего те люди, которые радовались и способствовали развалу Советского Союза, а потом реально активно участвовали в сломе и уничтожении той высокой советской русской культуры и полной деградации образования, культурной политики, технологического развития, науки. А когда уже стало поздно, когда они все это развалили, они стали обвинять в этом Путина. С этой точки зрения вообще, в том числе быковские идеи, на мой взгляд, безумные и давным-давно разгромленные, опровергнутые целым рядом советских историков, такими выдающимися людьми, как Вадим Валерьянович Кожанов. Попытка нарисовать, что Россия постоянно проходит через циклы сначала либерализации, потом попадает в авторитарный тренд и качает талитаризмом, они ничего не соответствуют и просто являются пустым вымыслом. Россия сейчас находится на пороге величайшего культурного, исторического, научного прорыва, потому что она впервые освобождается от англосаксонской гегемонии и обретает суверенитет практически во всех областях.